Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами затронем тему компенсацию за коллекционную машину, если она уже есть в вашем ангаре. Итак, давайте будем обсуждать попунктово. Очень часто в игре проходят какие-то ивенты, либо просто дарят в честь какого-то там праздничка какую-нибудь коллекционную машинку, ну не в зависимости от уровня абсолютно. И вот представьте себе ситуацию, в которой у вас данная машина уже стоит в вашем ангаре. И вот как в случае с кошмаром, если мы зайдем сейчас в описание самого, ну самой новости по поводу того, что можно будет кошмара забрать за 10 дней, это сейчас проходит в игре акция, вы получите компенсацию в размере 1 миллиона серы в случае, если кошмар в вашем ангаре уже есть. И вот мне начали задавать вопросы по поводу того, а точнее не вопросы, а просто констатировать факт, что жаль, что нельзя получить голду вместо серы. Я с этим сначала согласился, а потом задумался, есть-то в принципе способ, каким можно получить компенсацию в виде золотых монет, если сера сама вам по факту не нужна, и вы готовы взять в меньшей сумме, там я имею в виду в процентном соотношении, меньше взять голдой, чем больше взять серой. Я сам лично за все время, сколько играю в танки, не пробовал данный способ, поэтому, ребят, будет честным, если я его сначала испробую на себе, ну а соответственно потом уже попробуете вы, если вы о данном способе не слышали, или если вы данным способом никогда не пользовались. Я почему так говорю? Потому что будет, ну, крайне неприятная ситуация, если я сейчас что-то посоветую, а по факту вы не получите кошмар. Ну, согласитесь, с моей стороны это будет крайне плохо выглядеть, но и желательно, чтобы такого не происходило, дождаться просто выхода видео, в котором я реально обменяю данного кошмара на голду, ну а вы уже пройдете тогда по моим следам, для того, чтобы не наступить на грабли. Итак, ребят, смотрите, есть сейчас процесс сбора подписок на кошмара, мне еще необходимо 6 дней для того, чтобы кошмара открыть, соответственно, через 6 деньков я выложу видео, в котором, что я сделаю? В случае, если у меня будет стоять в ангаре кошмар, и я буду обменивать полученные там вот эти вот части сертификата, я объединю у себя в хранилище, выглядит это следующим образом, ребят, видео для тех, кто не знает процесс, для тех, кто знает, пожалуйста, не бросайтесь фекалиями, это больше совет новичкам, чем бывалым старожилам игры. И вот смотрите, у меня есть на данный момент 40 частей сертификата. Когда я соберу все 100, я смогу нажать кнопку объединить, ни в коем случае не нажимайте на кнопку обменять, потому что я такое уже, к сожалению, один раз провернул и остался без танка. Нажимаете кнопку объединить, все сертификаты объединяются, точнее части сертификата объединяются в один сертификат. И вот когда у вас уже 100% в руках, а точнее в вашем хранилище, лежит сертификат на кошмара, вы делаете следующее. Вы берете кошмара и тупо его продаете. Вот когда вы его продаете, вам предлагают продать его за 250 голды. Я понимаю, что сейчас вопрос не в 250 голды, и в принципе эту голду за 5 дней можно рекламами набить, но это только для тех, кому нужен миллион серы. Если миллион серы вам не нужен, соответственно, лучше возьмите 250 голды и сэкономьте неделю просмотра видосов. Короче говоря, продаете его за 250 золотых монет, и у вас таким образом на счет зачисляются данные монеты, а кошмар из ангара уходит. И только после этого вы заходите к себе в хранилище, и полученный объединенный сертификат меняете, точнее сдаете его, обналичиваете, называете как хотите, меняете его на кошмара в данном случае, и кошмар заново появляется в вашем ангаре. Этот способ мне должен, по моему точнее мнению, он должен явно сработать. Я еще раз повторюсь, за все время, сколько я играю в танки, я таким способом не пользовался. Поэтому, ребят, если вы не уверены в том, что это сработает, лучше дождитесь моего видоса, когда я на одном из своих аккаунтов проверну данную операцию, увидим результат. Если все получится, пожалуйста, меняйте кошмарика полученного на голду, и соответственно, будете пользоваться этим способом всегда, когда будут проходить какие-то ивенты, или другие игровые события, в которых вы 100% получите тот или иной коллекционный танк, который есть у вас уже в ангаре. Повторюсь еще раз, я бы не рекомендовал это проворачивать в тех случаях, когда 100% вероятности получения машины, вами, в ивенте, либо в другом событии в игре, то есть 100% вероятность отсутствует. Допустим, там, в случаях с контейнерами. В случаях с контейнерами, ну, в принципе, тоже можно эту операцию провернуть, главное, чтобы потом этот танк можно было восстановить. То есть есть такая процедура, когда вы продаете машину, и в случае, если вдруг вы, типа, сделали это ошибочно, можно через техподдержку вернуть назад данный аппарат, и с вас снимется в обратном порядке все, что было вам начислено. Данный способ я тоже не проверял, знаю просто его существование. Напомню еще раз, способ рабочий, скорее всего, на вероятность 99,9 из 100, что способ рабочий, но рекомендую всем дождаться моего видоса через 6 дней, когда я сначала это проверну на своей шкуре, ну и, соответственно, буду рисковать я, а не вы своей машиной в ангаре. На данный момент у меня все. Если вам интересны советы новичкам, честные обзоры на машины, вот здесь в правом нижнем углу, желтый шильдик, подписывайтесь на канал, буду вам безумно рад и благодарен. Ну, а вас буду радовать честными обзорами, толковыми советами, ну и свежими новостями, без всякой шелухи и украс. Меня никто не покупает, и у меня никто ничего не проплачивает, для того, чтобы я снял то, что вам не стоит знать, ну или налил вам воды в уши. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин